Понятие тяжкие, видимо, широкое. У одного сената подлетков это и неуважливые, и непослухмянные, и недоступленные. Хоть назвать их зломыслниками все ж таки нельзя. Психологи кажут, что тяжкие они по той причине, что им самим у жития приходится нелегко. Кожный день у межведомостном военно-патриотичном лагере начинаются с ранечной зарядки. На этот раз ей проводить особистый начальник районного отдела внутренних справ Владимир Буховцов. Былый десантник не просто проводить разминку, а лей демонструя приемы рукопашного бою. Хоть рыть усе рухи, у подлетков не отримливается. Тут потребна мэта накераванная тренировка. После закончения зарядки они признаются, у Лоеви им сподобается, али спочатку життё у лагеря уявляли крыху и нагш. Предложили, я согласился, потом мы приехали. Но сначала не понравилось, потом начали везде ходить, но мне понравилось. У военно-патриотичный лагер у Лоеву запросили не только местовых подлетков, али и их ровесников Схонинска, Гореческа и Брагинска районов. Кали не звертать увагу на необходимость захования дисциплины, життё тут практично, як у санаторий. Эти разовые харчавания и проживания у покоях по 2-3 человеки. Правда, зуликом того, что некоторые подлетки потребуют до себе повышенной педагогичной уваги, шмат вольного часу не продуглеживается. На вот походу к раму и той только разом с выхователями. За 9 дн, зразумела, характер человека не переробишь, али полепшить его можно. К концу смены они уже становятся у нас дисциплинированы, они уже подчиняются нашим требованиям. То есть они понимают нас уже, можно сказать, даже с полуслова. Они видят даже, как я, например, с ними нахожусь на протяжении 9 дней, они видят то, что я уже даже по моему взгляду, что я от них хочу и что я от них требую. Их дисциплину, чистоту, порядок. Кожный день у межведомственном военно-патриотичном лагере присвечено ознайомнению с деятельностью одной из сослужбов Луевского района пограничников, установку культуры ТИМ-милиции. Милиция у Вогули, та и сфера, за которой некоторые у дейники лагеря сутыкаются в основном уякости порушальников. Правда, зараз всё по-иншему. Можно и спецтехнику у руках подтримать, и с упражненниками специфику их работы обмерковать. Урещи задачи правоохранных органов сегодня не только покарание, а и перфилактика. В районном отделе внутренних справ у Вогули выполнены дредных детей не бывая, есть недопроцовки дорослых. Детей трудных не бывает и сложных детей не бывает. В основном это наша вина родителей, наша вина взрослых, что мы детям не рассказали, не объяснили, своевременно не предупредили. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева.